День, на который всегда возлагают большие надежды и планируют в этот день начать новую жизнь. И так каждый понедельник. Каждый понедельник ты будешь находиться в таком виде? Каждый понедельник я планирую что-то новое начать. Каждый понедельник что-то ломается. Но главное, что ты уже начала. Но в ежедневной суете рабочих задач и домашних дел мы часто забываем о своих обещаниях позаботиться о себе. И это происходит, потому что мы ставим сразу же большие, даже грандиозные цели. Вот здесь я полностью согласна. Я считаю, лучше приучить себя к небольшим, но очень полезным действиям, которые благотворно повлияют на разные сферы жизни. Например, ходить на прогулки без телефона. Представляете? И вы сразу начнете замечать детали, которые раньше вы просто пропускали. Да, и от утренней рутины во многом зависит, насколько удачным будет вождение. Поэтому первые его минуты старайтесь полностью посвящать самому себе и оставляйте телефон куда подальше. Ну, а если вы очень самокритичный, как я, и кажется, ты тоже такой же самокритичный достаточно человек, и привыкли только ругать себя, это самый первый признак незаботы о себе. Составьте список из пяти положительных и подбадривающих утверждений, которые могли бы сказать себе вместо того, чтобы критиковать себя постоянно. Да, ну, между прочим, маленькая доля самокритики, она всегда полезна. Ну, маленькая, а мы-то с тобой. Маленькая доля самокритики – это признак нормального психического здоровья. А, даже так? Да, потому что действительно. Не бывает, мы так начнем копать в себе? Нет, нет, ну зачем копаться. А вот маленькая доля самокритичности, она всегда полезна в любом случае, чтобы человек не заносился. Бывает такое, что человек заносился? Затем установите в телефоне минимум три напоминания в день, добавив в описание событий эти фразы. Так вы будете регулярно их просматривать по поводу фраз, то есть хорошие фразы. Я хороший, я пригожий, я красивый, я добрый. И начнете более бережно относиться к самому себе. Ну и, конечно же, начинайте день с каких-то полезных упражнений. Например, дыхательных. Исследования подтверждают, что дыхательные упражнения незаменимы в борьбе со стрессом и способны улучшать настроение. Ну а какие еще упражнения мы можем делать каждое утро, чтобы это стало началом заботы о себе, и сейчас расскажет наш тренер тела, духа и баланса Эльдар Эквилипрус. Вау, Эльдар, здравствуйте. Доброе утро. Снова мы вас видим, но только уже онлайн, но все равно в нашей студии. Да, Эльдар, у вас замечательное солнце на груди. Дарья, Жан, я вас приветствую. Доброе утро. На самом деле так забавно, что я подготовил те практики сейчас, про которых Дарья и Жан только что прям очень хорошо рассказали. И вы понимаете, такая прям вот такой коннекшн, такая прям вот синергия классная. Это очень здорово, что у нас такой прям с вами коннект. В общем, начало положено хорошее. Ну теперь полностью вам слово, что мы сегодня делаем. Супер, да. Значит, сегодня у нас следующая история. Мы сегодня вот про то, что вы сказали про позитивные установки, прям утром проговаривать себе. Да, это вот я хочу немножко добавить уже тогда про это, раз вы сказали. То, что когда мы постоянно говорим про то, кем мы, например, еще не являемся, но хотим быть в нашем будущем, это закладывается на уровне нашего подсознания. То есть оно у нас таким образом перепрограммируется. И со временем, когда мы про себя говорим «я энергичный», «я счастливый», «я позитивный» и так далее, и так далее, то есть тот набор слов, он потихоньку начинает встраиваться в наше подсознание, тем самым мы начинаем себя ощущать вот именно таким. Поэтому вот к этому моменту я хочу это добавить, что это очень классно делать каждый день, и также будет полезно влиять именно на наше подсознание методом перепрограммирования. А как часто нужно говорить вот такие вещи себе? Как часто? С утра встал и говорил «я такой талантливый», «я успешный», да? Да, классно с утра, потому что утреннее время, оно самое сильное, оно самое мощное, и вот желательно с утра, но на протяжении дня также это называется аффирмацией. А, ну да, 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 есть такое слово точно. Ну что ж, а упражнения? Какие упражнения делать? Да, упражнения мы делаем следующее. Вот первым делом, когда мы только просыпаемся, очень хорошо и полезно вытянуться, вытянуть позвоночник. Это можно делать разными методами, можно висеть на турнике, можно сделать именно упражнениями. взять две руки, вот таким вот образом их провернуть и потянуть наверх максимально, насколько получается. В удобной одежде желательно, да? Да, в удобной одежде, это немножко пижак. Потому что здесь у меня все, тормоз. И вот так вот, таким образом, да, три раза можно сделать еще раз. И прям сделать вдох, и на вдохе потянуться вверх, вверх, прям макушкой и руками к солнышку. Вот. И сделать таким образом еще раз, да, три раза. Вот очень классное упражнение именно для того, чтобы вытянуть прям позвоночник, потому что мы спим не всегда правильно, кто-то спит вообще на животе, там, на боку, как попало с заломанной головой, с неправильной подушкой. И поэтому важно делать такие вытяжки. Кстати, спасибо, что напомнили по поводу того, что на животе. Я думала, это самая полезная поза для сна. Во время ковида. А, ну только во время ковида, да? Во время ковида, я помню, что рекомендовали всем лежать позвоночник. Оказывается, у нас так сильно, такое сильное напряжение и нагрузка на позвоночник в этот момент. Спасибо, спасибо, за чем я так разговариваю. Нет, но на другой стороне я тоже не могу понять, как можно спать на животе. Я кайфую, вот представь, как мне сейчас тяжело. А ты не задыхаешь, когда лежишь на животе? Нет. Ладно, ладно, простите. Давайте, давайте. Давайте, Эльдар, давайте. Давно не виделись. Не все, все нормально. Мы давно не виделись. На самом деле, вообще, самая полезная поза для сна – это положение лежа, лежа на спине. Потому что мы, когда лежим на спине, у нас позвонки, они под весом собственного нашего тела распределяются именно тем самым естественным образом, как они должны быть изначально. Но есть опасность храпеть лежа на спине, да? Чтобы не храпеть, это уже чуть другая история. Это уже нужно работать именно над нашими мышцами внутренними вот здесь. Мы вернемся к этому. Это прямо этому отдельное время нужно посвятить. Так, ну и что? Какие у нас еще упражнения есть, Эльдар? По поводу дыхательной практики. Хотел показать очень классную дыхательную практику. Давайте мы с вами сделаем. Для этого не нужна удобная одежда. Можно просто сесть ровненько, чтобы было максимально удобно. Называется таким образом, мы сейчас будем дышать, квадратное дыхание. Мы дышим носом и ртом, как удобно, как комфортно. Задача следующая – делать 4 секунды вдох, 4 секунды задержка, 4 выдох, 4 задержка. Давайте мы с вами сделаем. То есть мы будем рисовать квадрат, но уже внутри. Можно прикрыть глаза. И под мой счет мы это будем делать. Значит, делаем вдох, закрываем глаза. Раз, два, три, четыре. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре. Выдох. Раз, два, три, четыре. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре. Это один круг. Еще один сделаем. Вдох. Раз, два, три, четыре. Задержка. Раз, два, три, четыре. Выдох. Раз, два, три, четыре. И задержка. Раз, два, три, четыре. У меня не получается. У меня чуть-чуть тоже как-то не пошло. У меня сбивается дыхание, в любом случае, но это свойство моего организма немножко, да, у меня. Мы знаем, да. Немного проблема, поэтому немножко не получается. Но, мне кажется, в любом случае упражнение очень полезное. Нужно тренировать, да, просто постепенно, постепенно вот будет получаться. И вот такое упражнение очень классно делать от пяти минут, от десяти минут. Это про расслабление нервной системы, это про снятие стресса, это про отвлечение от мыслей. Самое важное, потому что мы очень часто думаем, в нашу голову лезут мысли, и мы постоянно на них отвлекаемся, начинаем развивать гипотезы, накручивать себе какие-то не те моменты, которые хотелось бы. Так устроен наш мозг, к сожалению, и поэтому очень классно вот именно дыхание, с помощью дыхания возвращать себя вот именно к себе в это наше естественное состояние без вот всего вот этого лишнего. Эльдар, спасибо вам большое. Вот поэтому его классно надо делать вот. Эльдар, спасибо. Да, очень актуально, и мы теперь с Жаном поняли, что у нас, оказывается, проблемы с элементарным дыханием, да? Да. Даже упражнение элементарное сделать не можем, но будем теперь... Нужно учиться всему и даже правильно дышать, правильно? Спасибо. Эльдар, мы с вами еще увидимся, я надеюсь. Готовьте все больше и больше упражнений для нас. Очень полезно, очень увлекательно. Ну и хорошего вам дня. Да, спасибо, пока вам, пока вам. Ну а сейчас подарок для всех зрителей, не только женщин, но и мужчин. У всех, у кого есть волосы на голове. А-а-а, вот так вот. Да, и не только, у кого даже нет их волос на голове, потому что в нашей студии сегодня врач-дерматолог, трихолог, косметолог Осель Маркобаева. Давай встретим ее. Добро пожаловать в наш студию. У-у-у! Здравствуйте, давайте потанцуем. Васильичка, я очень рад видеть вас. Спасибо большое. А, так вы клиент, да, я так понимаю? Нет, мы знакомы с соседями давно, да. Мы с соседями знакомы давно уже. Да, и действительно, врач замечательный, знает толк в волосах, скажем так. Спасибо. Ну, и по количеству, то, что у вас есть, видно, что вы точно знаете, да. У нас, конечно, с этим есть небольшие проблемки. Ну, это всегда проблема. Особенно скоро будет грудное вскармливание у меня, и тогда попадают, попадают. Вы знаете, да, вы сталкиваетесь с этим? Конечно, конечно, но это временно. А, да. Это временно. Ага, вот трихолог, правильно я понимаю, что пока опустим, можно мы косметологом? Да, да, да. Да, конечно. Просто это очень актуальная тема, и знаете, не только для женщин, которые на грудном вскармливании и так далее. Это у мужчин. И я слышала, что чем выше гормон тестостерон у мужчины, тем быстрее он лысеет. Это правда? Совершенно верно, потому что гормон тестостерон... Ой, я прям расстроился. Хотя, в принципе, мне не приходится жаловаться. На самом деле, чем выше гормон тестостерон, тем быстрее он переформируется в дегидротестостерон, который влияет на волосяную фолликулу, истончает его, и волос выпадает. Поэтому высокоинтенсивные тренировки, которые также повышают тестостерон, они тоже способствуют уменьшению и выпадению волос. Поняла, почему все качки лысые. Серьезно, да? Ну, потому что, видимо, да. И большая часть с акне. Опа! Потому что повышенный тоже уровень тестостерона. То есть есть предрасположенность к акне. Акне это то, что вот угли, да? Да. А, ну да, потому что ты потеешь постоянно, да? Это генетически предрасположенное заболевание, но как триггер тестостерон может также провоцировать и акне. Более того, очень часто те, кто занимаются в тренажерных залах, очень часто принимают различную фармакологию. О, да. И особенно тот же тестостерон. И вот на фоне этого, конечно, мы видим и поредение волос, и высыпание. Ну, и еще много-много проблем, да, о которых, ну, не в студии, да, расскажешь. Ну, да. Да, Ахиля, скажите, пожалуйста, вот какие все-таки самые распространенные проблемы с волосами бывают? Я знаю, что, ну, то, что мы всегда же говорим, по сезону бывает, да, осенью, зимой, да. Вот я замечаю иногда, ни с того ни с сего появляется перхоть. Ни с того ни с сего. Я понимаю, когда там лак бывает каждый день, это понятно. Ну, ни с того ни с сего. А так не меняешь, да, ничего? Да, и нет, и пробуешь там помыть, там, одной шампунь берешь вот эти известные бренды, которые против перхоти. То раньше мыл, моментально, после первого раза заканчивается перхоть. Потом недавно я взял вот этот так называемый один, я не буду называть название, да, этого шампунь известного очень такого против перхоти. И прямо на следующий день еще больше появилось. Почему такое происходит? Чтобы еще больше пользовался и покупал этот шампунь. Почему происходит такое? А на самом деле есть драматологические заболевания, связанные с волосистой частью головы, а также есть и триггерные состояния, которые могут спровоцировать. Такие клинические проблемы, как перхоть, как зуд и как выпадение волос. То есть в основном выпадение волос – это в основном симптом, если это не какое-то трихологическое заболевание. Но то, что вот вы говорите, скорее всего, связано либо с нарушением питания, либо с погодными условиями. Также шампунь может не подходить. То есть либо он может сильно высушивать кожу головы, тем самым вы испытываете зуд и начинаете расчесывать, и мы видим такие чешуйки. Ну, нет, зуда не бывает никогда. Все на ровном месте, да? Просто бывает, что... Иногда бывает такое, даже я слышал от женщин, что вот начали волосы впадать, да, потом как-то восстанавливается. Это все зависит все-таки от сезонности, да, наверное? Как я уже сказала, есть и дерматологические, то есть это сиборейный дерматит, псориаз, волосистые части головы, аллопеции, да, но есть и триггерные состояния, такое, как телогеновая аллопеция на фоне чего-то, послеродовая, да, после кормления. Это вот тоже триггерная, стрессовая аллопеция, когда интенсивно начинают выпадать волосы. Опять же, сезонность или дефицит каких-то микроэлементов, витаминов, то есть тогда начинают интенсивно выпадать волосы. Поэтому здесь нужно разбираться, какая это аллопеция. Либо это дерматологическая, либо это все-таки какой-то симптом какого-то заболевания. Поэтому мы отправляем на анализы, мы исследуем полностью организм, диагностику проводим и дальше выставляем диагноз. И если это все-таки эндокринологические проблемы или, может быть, гастроэнтерологические, то тогда, конечно, направляем на консультацию к узким специалистам. Ой, на самом деле, вот это вот облысение, это такая проблема общества. Я не могу... Вот ты про перхать, а я про облысение, потому что я знаю, что уже через шесть месяцев меня ждут вот эти вот залысины с двух сторон. А то, что бывает у женщин при... При кормлении груди. Ой, как вы много всего пропускаете, мужчины. Как сказала моя подруга, у которых четверо детей, она нашла верный способ не терять волосы. Она сказала, нужно быть всегда беременной. Кстати, во время беременности... Чтобы не кормить, да, да. Да, действительно, организм как будто бы вот так вот собирает все витамины себе, потому что нужно в организме. Нужно, да, кормить. Это густыми, прямыми, ровными, сияющими. Нет, но все-таки, Асей, а почему сейчас происходит, все-таки чаще встречаются случаи облысения... Я вижу ребят молодых, я вижу молодых ребят, которым лет по 20, по 18, да. Они ходят, они ходят лысые. Ну, лучше быть, конечно, мне подсказывают. Ну, вот мой муж лысей. Лучше быть седым, чем лысым, честно говоря, мне кажется, да. Я не знаю, может, кому-то нравится. Молодой. Мне просто интересно, почему молодые ребята стали лысеть. На самом деле, они всегда лысели, просто сейчас чаще замечаем, почему, потому что раньше была армия, и очень многих стригли под единичку, и как-то было принято, да, ну, немножко так... Под ноль называли. Под ноль, под единичку, да. А сейчас все-таки с тенденцией новой моды привыкли носить более длинные прически мужчины, нравятся более... И тут становится заметно, да? Да, конечно, и становится более заметно. Но на самом деле, тот вид аллопеции, про который вы говорите, называется андрогенетическая аллопеция, или поредение волос по мужскому, ну, или иногда по женскому типу, то он передается наследственно. Ах ты ж как, а! Поэтому, ну, я, конечно, пациентам стараюсь объяснить... А вот давайте мы сейчас интригу вот эту вот задержим, чтобы вот сейчас мы могли рекламу показать, да, и зрителей не потерять. Вот, реклама на телеканале Алматы, а, как я придумала, а, непринятная, да? Ты прям вообще молодец. Реклама на канале Алматы. Да-да-да, сейчас мы расскажем все. Паш, я, как обещала, самое вкусное после рекламы, да? Вот мы обсудили, какие есть проблемы, да, с основными, да, к которым приходят это вот аллопеция, облысение, соответственно, да, и перхоть. А как теперь с этим бороться? Вот начнем с облысения. Ладно, я не буду уже вам подсказывать ничего. Хотела у вас спросить анализы, сдавать. Думаю, зачем я вопрос задала себе? Ну, на самом деле, да, опять же, нам нужно выяснить природу облысения. Если это все-таки генетическая предрасположенность, то, к сожалению, как я объясняю пациентам, у вас есть два варианта. Принять. Первый принять, второй вариант отсрочить момент большего поредения волосистой части головы на длительный срок. Для этого, как вот, допустим, женщины ходят постоянно к косметологу, делают какие-то процедуры, да, то есть для того, чтобы тоже отсрочить этот момент как можно на дольше период, здесь то же самое. Поэтому мужчинам тоже нужно понимать, либо я принимаю, либо я занимаюсь рутиной и постоянно в этом дисциплинирован. Я не понимаю. У меня муж тоже не принимает. Я не понимаю. Если вы не принимаете, как и многие мои пациенты, то, конечно, вы начинаете с этим бороться. То есть это периодические походы к трихологу, это проведение каких-то комплексов по восстановлению волос, по укреплению волос, да, по стимуляции волос, плюс домашнее использование различных средств. На самом деле это звучит всё очень много как-то и невыполнимо, и сложно, но на самом деле нет. Это обычная рутина. То есть то же самое, как почистить зубы, помыть волосы, нанесение специальных средств каких-то, да, втирание, самомассаж. То есть, в принципе, к этому нужно просто прийти. И на протяжении более длительного срока, там, 5-10 лет, ещё можно продержаться. О, мы сейчас показываем, я так понимаю, ваши работы, да? Это вот до-после. Да, но вот этот вид аллопеции – это самый тяжёлый вид. Это очаговая аллопеция, это аутоиммунное заболевание, которое может привести вплоть до потери всех волосяных фолликулов на всём теле. Без возможности восстановления. На самом деле можно их восстановить, но за счёт того, что процесс аутоиммунный до сих пор не понятен науке, мы можем только бороться с тем, чтобы организм не убивал собственные клетки. То есть что такое аутоиммунный процесс? Когда организм воспринимает волосяной фолликул как чужеродный агент и начинает его убивать. Уничтожать. Поэтому есть специальные средства, которые вышли в 2022 году, которые направлены на то, чтобы блокировать именно этот процесс, и волосы начинают расти. Но пока, конечно, тоже пациенты понимают, что они должны принимать эти препараты всю жизнь. То есть пока они принимают, волосы растут. Ну, то есть, смотрите, Осетия, дело в том, что волосы начинают выпадать, не выпадать какой-то. Всё-таки это зависит от того, что ты, может, какие-то препараты принимаешь, да? Конечно. По своим там заболеваниям, может быть, хроническим, да? Очень многие принимают химиопрепараты на фоне онкологических заболеваний. Да, на это оставим, а вот как-то другие боли и такие щадящие тоже на тебя не влияют, да? Есть, например, некоторый вид ретиноидов. То есть когда мы назначаем ретиноиды при акноподобных состояниях, возможно, опять же, биологические препараты. То есть они, да, тоже влияют на уменьшение волос. Но, опять же, это триггерная лапеция, и её можно вылечить путём остановки приёма препарата. Поэтому это не так страшно. Всё, что касается триггерной лапеции, да, то есть на фоне какого-то триггера, то это можно остановить. Но то, что заложено более глубоко, как аутоиммунный процесс, как наследственность, с этим, конечно, приходится... Вот прямо сейчас мы показывали, надо же, только начала говорить, и сразу убрали. Да, именно мусское облысение прям вот в такую, ну, очень... Серьёзная лапеция такая, да. Да, очень такая серьёзная. И я так понимаю, это до и после, да? Да, здесь проведена пересадка волос. Я провожу ещё и пересадку волос. Но тоже здесь нужно понимать, что пересадка волос не является окончательным и постоянным результатом. То есть, чтобы вы понимали, на волосистой части головы от 70 до 100 тысяч волос. Если поредение волос, да, примерно лобно-височная область, ну, это в среднем где-то до 10% от всей площади, плюс мы забираем волосы с затылочной части и какую-то часть пересаживаем, да, то есть, ну, максимум 3-5 тысяч волос. А как только мы пересадили, в течение года мы видим хороший результат. Те волосы, которые мы пересадили, они не подвластны влиянию дегидротестостерона, поэтому они сохраняются на всю жизнь. Но свои волосы, они всё равно подвержены. И они точно так же истончаются. Поэтому пациентам всегда я объясняю, что даже если мы сделали пересадку, мы всё равно будем с вами дружить. А, Селия, вот ещё один вопрос, скажем так, последний, да, потому что с вами не хочется расставаться, потому что действительно очень интересная такая болезненная тема. Сколько раз нужно мыть волосы? Потому что вот я знаю, кто-то знакомый говорит, я мою каждый день волосы. Я говорю, как это каждый день? Ты же всё время там убираешь там эти масла всевозможные, жиры. Некоторые говорят, я мою один раз в неделю, некоторые два раза в неделю. Ну, даже кто-то моет каждый день, говорит, волосы нормальные. Так сколько раз? Сколько раз нужно мыть? Ну, развеем, наверное, да, сегодня все мифы. Я проговариваю это очень часто. Ну, опять же, повторюсь, мы моем не волосы, мы моем волосистую кожу. Сколько нужно мыть волосистую? В зависимости от того, какой у вас тип кожи. Если кожа лица жирная, и вы моете её каждый день, и если вы не помоете, не очистите, вы испытываете жирность, ощущение, ну, такой, скажем, нечистоты кожи, дискомфорт, то то же самое и на волосах. В общем, всё индивидуально, да? Поэтому, да, можно каждый день, можно один раз в неделю. Нет, ну, с одной стороны, если ты каждый день моешь волосы, они быстрее будут жирны. Всё индивидуально. Жирнится, жирнится. Нет, нет, на самом деле нет. Какие три масла влияют на рост волос? И всё, и вот надо уже прощаться. Очень хорошо зарекомендовала себя масло репейное. Опять же, очень хорошо, вот мы говорили, да, про масло, забыла высказать, розмариновое масло. Размариновое, это ты говорила, да. И касторовое масло, но касторовое масло больше на ресницы и на брови. Но, опять же, нет доказательной базы, поэтому, как врач, я не могу рекомендовать. Но, как я всегда говорю, да, на войне все средства хороши, если у вас нет аллергии. Ну что ж, к сожалению, пришло время прощаться. Ну, я, мне самой интересно, что ты на меня смотришь, да? Иди тормально. Ну, да, пришло время прощаться. Спасибо, что вы раскрыли нам такие актуальные, к сожалению, болезненные темы, да? И вам надо прийти ещё. Спасибо большое. Потому что не до конца ещё мы всё узнали. Расскажи эту тему. Да, да. Ну, а мы продолжаем. Асечка, спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Да, и мы напоминаем, на календаре 4 ноября, и сегодня у вас есть официальный повод ничего не делать, потому что в этот день отмечается день откажиться от своих обязанностей. Да. Ну, собственно, я пошла. От своих, нет, у тебя скоро уже дают очень такие важные обязанности, мамы. Да, точно, да. Это день, когда нужно перестать думать о том, что вы должны сделать. Причина проста. Порой одно это слово может ввергнуть человека под давленность состояния. Так вот, хотя бы, да, в этот день. Так вот, хотя бы в этот день вы никому ничего не должны в сегодняшний день. Опачки, да. Ну, хотя бы в этот, да, и несмотря на то, что сегодня понедельник, скиньте груз обязанностей и устройте себе выполнен вот какой-нибудь дополнительный, да, выходной. Посетите салон красоты, отправьтесь на шопинг, сходите к трихологу, я не знаю, да, куда угодно. Да, ну, а если это несанкционированный выходной, то пусть он будет еще и полезным. Посетите лучше культурные мероприятия, которые проходят сейчас в Алма-Аты. И на одно из них мы отправимся прямо сейчас вместе с Гульнас Бахтиярхозе. Давайте посмотрим. Первое ноября в Алма-Аты было открытие выставки Гаухарби Сингалиевы в музее имени Костеева «Наследие Великой Сепи». Тут выставлены картины, которые изготовлены из войлока и натуральных материалов. Сегодня моя персональная выставка, где я рассказываю о наследии, где я рассказываю о трансформации ремесленничества в искусство, где я рассказываю об уникальном войлоке, где я рассказываю о войлоке Арухан, о традициях. Первая выставка международного проекта художницы Арухан «From Step to the City» состоялась в Великобритании, а с 1 по 24 ноября картины Гаухарби Сингалиевой алматинцы смогут увидеть в музее имени Костеева. В следующем году проект планируется показать в Италии, США и Индии. Сам рисунок, имея такой настоящий казахский характер, он все-таки очень индивидуальный, очень оригинальный. И в этом, мне кажется, заключается секрет ее успеха. Ее приняли уже за рубежом. И вообще, мне кажется, что именно это направление имеет такой, мне кажется, огромный потенциал для того, чтобы показать наше казахстанское искусство. Второе название выставки – Арухан. В честь бабушки автора, которую художница называла мамой. И на выставке выставлены собственные пряжи и инструменты, которые когда-то использовала Арухан. И теперь, благодаря бабушке, Гаухарби Сингалиева стала уникальной художницей, картиной которой смотрит почти весь мир. Я считаю, что Гаухар в своих работах как раз показывает глубину, национальный контекст. Очень оригинальный подход мы видим и с современными тенденциями. Специально для выставки были предоставлены материалы из Центрального государственного архива, кино, фото документов и фонограммы. Министерство культуры Республики Казахстан. Ждя выставки только успеха. Такие люди могут понести красоту. В течение почти одного месяца посетители выставки смогут прикоснуться к уникальному миру казахского искусства и почувствовать, как прошлое и настоящее соединяются в гармоничном единстве, вдохновляя на новые открытия и глубокие размышления. Ну что таки, друзья, наша программа продолжается и у нас сегодня в гостях певица, автор песен Беназир. Итак, давайте встретимся. Какое красивое. Ах, пойдемте. Можно, да, танцевать. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы безумно красивы. У вас безумно красивое имя. Присаживайтесь. Беназир, присаживайтесь, пожалуйста. Уверена, что и поете вы не менее прекрасно. Да, да, да. Спасибо вам большое за приглашение. Доброе утро, Алматы. Доброе утро. Ну давайте сразу по делу. Расскажите о вашем музыкальном стиле. Вы знаете, мой стиль, наверное, до сих пор формируется. На самом деле, я уже во второй раз в вашей студии. Четыре года назад в составе дуэта Дара с Мухтаром Санатовым. А, я помню. Нарочкой Данияр, да, нас приглашали. Помню, я помню, помню, помню. Ага, но не при нас это было. Да. Так вы со всеми уже пообщались, получается. Можно сказать. Вот теперь будем знакомиться с вами. Ага, то есть вы были тогда в составе группы? Да, я была в составе группы Дара. В Даре еще пила Костонора раньше пила, да? Да, да, в Даре пила замечательная, талантливая Нора Нудманова. Так, значит, Беназир, мы сегодня услышим какие-то нереальные таланты, потому что ваш голос, я вот, простите мне, не слышала еще. Нору знаю. Если вы из той же группы, где была Нора, значит, вы какая-то очень крутая. Прям очень хочется теперь послушать. А я с Норой недавно был в студии в одной, как она работает. Мне очень приятно, ну, действительно говорят, что дядя Мухтар Сунатов, он очень талантливый продюсер, он на самом деле замечает каких-то самородков и привносит много опыта. Наверное, таким образом и сформировался мой личный творческий... Беназир, ну вот, понятно, просто мне интересно, вот Даша знает мои вопросы, которые меня интересуют. Вы же закончили училище какое-то музыкальное, да? Да, я закончила Алматинский колледж имени Чайковского по классу хоровое дирижирование. Просто, а у нас Жан не любит, когда вот становятся певцами без образования. Нет, 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 почему? Нет, ну не нужно быть таким категоричным. Просто мне приятно, когда человек занимается своим делом и еще к этому имеет свое специальное образование. Понимаешь, что я делаю? Смотри, ты уже не категоричный. Я не категоричный. Только дурак не меняет своего мнения. Ай, молодец! Горок, ку-ку-куй, ты, а не могу. Как сказал еще, е-мое, с кем я рядом сижу, да? Я же каждая прослезилась. Представляешь, у нас такое бывает частенько. Так, а о чем мы говорили? Где я? Мы говорили о музыкальном стиле. Точно, да. А вы еще пока его ищете, да? Вы знаете, я начала писать свою музыку еще в 2018 году. В 2020 я начала профессионально заниматься аранжировкой. И все это время я была солисткой группы Дара. Соответственно, в группе было очень много разных коллабораций. Много музыкантов, фирмачей, как мы их называем. И, собственно, все это окружение, оно сформировало во мне какое-то желание экспериментировать. Но выпускать свою музыку я начала только в 2022 году, когда стала участником резиденции для композиторов от фонда имени Батархана Шукенова, Батарлаб. Сейчас это очень крутой и перспективный проект. Четвертый поток идет. Оттуда выходят интересные композиторы, альтернативные исполнители, которые не боятся экспериментировать, так же, как и я. Всегда, когда у меня спрашивают, прости, я не могу как-то найти... Охарактеризовать. Охарактеризовать, да. Потому что там есть все. И это, наверное, смесь Востока и Запада, смесь этники и... Там у нас видео идет. А, вот как раз, да. Вот видео, как у нас медлазерчика, да. Можно сейчас видео показать. Ой, да вы что? Это Гулансфарш, да? Да, это на айфон записано. Бьюрты. Гулансфарш Ну да. Какое владение своим голосом? Это так... Я когда именно голоса, танцы на меня вообще почему-то не производят впечатление, а голоса, особенно когда вот человек в импровизе это что-то делает, когда вот здесь сейчас что-то рождается, все, меня уносит. Значит, ты аудиал? Скорее всего, да. О, да, кстати, я аудиал. Мне скажи приятные слова, все, я твоя. А я аудиал, а я, между прочим, а я визуал. Ну, многие мужчины визуалы. Ну, кстати, да. Я визуал тоже. Кстати, да. Кстати, вы тоже можете сказать, вы очень красивые. Вот. Да, вы очень красивые, вы очень красивые. Ой, спасибо большое. Да. Я тоже аудиал, да? Я про Дарью, да. Я тоже аудиал, да, на самом деле. Беназир, но вы же не только певица, вы еще занимаетесь какой, вы еще занимаетесь деятельностью, серьезно, скажем. Вы еще являетесь арт-директором. С недавних пор. Да, с недавних пор. Да. Мне посчастливилось, на самом деле, вступить на очень крутую должность арт-директора культового музыкального ресторана города Алматы. Муз-кафе, да. Ну, Муз-кафе, в принципе, это очень известный, потому что ребята, у нас часто в гости бывают певицы и зарубежные, которые говорят о том, что они, например, завтра выступают, дают концерт Муз-кафе. Да, грутяк. Беназир, к сожалению, время так ограничено, и мы очень сильно хотим услышать, да, так как это прямой эфир все-таки по-настоящему, да, не в записи. Еще нужно спеть. Вот. И нам очень хочется успеть вас услышать. Поэтому нам для того, чтобы вы вышли на сцену, немножко подготовились камеры, чтобы на вас выстроились, нам нужно сейчас отправиться в путешествие по рекламе на телеканале Алматы. А как сказал, да? Спасибо, молодец. Путешествие, ё-моё. Путешествие, ё-моё. Путешествие, ё-моё. Путешествие, ё-моё. Путешествие, ё-моё. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...